Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 7540. На телеканале «Звязда» время информационной программы новости. В ближайшие минуты о событиях из жизни Новополоцка и региона. В студии работает Капитолин Зинкевич и сегодня в эфире. Министерство финансов Беларуси готово принять меры для устойчивости бюджета. Плановое отключение горячего водоснабжения уже известны сроки. В Беларуси в 2020 году началась вторая пятилетка действия программы семейного капитала с расширением возможности его досрочного использования. Большинство многодетных семей желают досрочно использовать средства на улучшение жилищных условий. Парк культуры и отдыха Новополоцка вновь ожидает обновления. На эти цели направят часть средств, собранных в ходе городского субботника 28 марта. Подробнее об этом и не только далее в материалах моих коллег. Министерство финансов Беларуси готово принять меры для устойчивости бюджета на фоне ситуации с ценами на нефть и коронавирусом. Если возникнет такая необходимость, сообщил журналистом министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Передает корреспондент белорусского телеграфного агентства. Министр финансов Беларуси сообщает, что ситуация с бюджетом и доходами в первом квартале изучается. Доходов поступает достаточно, чтобы профинансировать все заявленные на первый квартал платежи. Что касается дополнительных расходов из-за ситуации с коронавирусом, то, по словам министра, ресурсов достаточно. Эти дополнительные расходы никак не отражаются на финансировании стандартных бюджетных расходов. Министерство финансов также имеет в запасе план действий на тот случай, если уровень доходов бюджета снизится по сравнению с первоначальным планом. Помимо этого, предложения бизнеса по обеспечению стабильной работы белорусской экономики обсуждались на уровне министерства. Министерство экономики совместно с ОБНС организовало мониторинг ситуации в предпринимательской среде, связанной с экономическими последствиями сложной эпидемиологической ситуации в мире и некоторым ослаблением обменного курса белорусского рубля. На данный момент Министерство экономики разрабатывает меры по обеспечению стабильной работы белорусской экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Данные меры будут включать в себя блоки в таких сферах, как бюджетно-налоговая политика, денежно-кредитная, пруденциальная политика в рамках работы интеграционных объединений в реальном секторе экономики и на потребительском рынке. Плановые отключения горячего водоснабжения в Новополоцке, как и во многих других городах Беларуси, начнутся уже в середине мая. В этом году график отключения станет непривычным для многих жителей города. Впервые за несколько последних лет первыми останутся без горячей воды жители первых третьих микрорайонов и поселка Пионерный. Как быть, если такой график препятствует подготовке спортсменов к чемпионату мира? С таким вопросом к главе города Дмитрию Демидову во время личного приема граждан обратились в тренеры спортивной школы ДСААФ Новополоцка. Забота о спортсменах и искренне заинтересованность в их успешной спортивной биографии. Именно такие тренеры и поставляют в стране золотой запас талантливой молодежи, которая потом представляет Беларусь на международных стартах. Подготовка новополоцких пловцов к чемпионату мира в начале июля нынешнего года под угрозой срыва. Как и проведение в бассейне Садко майского чемпионата республики по плаванию в ластах. Все дело в графике отключения в Новополоцке горячего водоснабжения. Неожиданно для тренеров в этом году он оказался не совсем обычным. И на это есть веские причины. Мы готовимся к чемпионату мира. Это очень серьезные соревнования, на которых нужно максимально выложиться, показать максимальный результат каждому спортсмену. Поэтому нужно и готовиться в условиях, похожих на те, что будут в этом чемпионате. Мы про это двух месяцев согласовывали вот это изменение с энергетиками. Это не наше желание, не наше приходит. Там были вопросы, понятно, национальной экономики, и суммы потерь, которые были. Не потерь, там, вот, трёх лет, наверное, закладывается трёх летний ремонтный цикл, но, по-моему, не знаю, с учётом, про там, на конструкцию. Ну, нас, по крайней мере, в этом убедили, но мы убедили не на пустом месте, им безусловно. Вопрос на уровне администрации города поднимается впервые. Во избежание подобных ситуаций в будущем о необходимости организации спортивной подготовки в определённый период необходимо сообщать заблаговременно, подчеркнул глава Новополоска Дмитрий Дземидов. Перенос сроков отключения горячего водоснабжения уже невозможен. График согласован со многими организациями и службами. Предварительно со всеми, как бы, заинтересованными службами – это наши энергетики, Новополоская ТЭЦ, учреждения наше образование, спорта, культуры согласовываем, медицинские учреждения. Поэтому в текущем году это связано с небольшими ремонтами, которые будут проводиться у нас на наших промышленных предприятиях. Плановое отключение горячего водоснабжения с целью капитальных ремонтов и гидравлических испытаний практикуется по всей стране. В середине мая горячую воду поэтапно начнут отключать в Минске, Витебске, Гродно, соседнем Полоске и других городах Беларуси. В Новополоске с 13 по 27 мая горячую воду отключат на территории от поселка Пионерный до Калининского перекрестка. Начиная от улицы Калинина до Полимерских коттеджей с 7 по 22 июля. Ирина Шипко, Артем Табаков, телеканал «Звезда». В Беларуси уже пять лет действует программа семейного капитала. За прошедшую пятилетку открыто более 78 тысяч депозитных счетов, на которые зачислено более 783 миллионов долларов. С 2020 года началась вторая пятилетка действия программы семейного капитала с расширением возможности его досрочного использования. Большинство многодетных семей желают досрочно использовать семейный капитал на улучшение жилищных условий. Как в целом в Беларуси ведется политика по поддержке семей и рождения детей. В репортаже Глеба Прокофьева. В Беларуси большое внимание уделяется развитию и укреплению статуса семьи. Политика государства прежде всего направлена на поддержку рождаемости и воспитания детей. В стране насчитывается более 14 видов различных пособий. Среди них пособия в связи с беременностью, родами, в связи с рождением ребенка, а также пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На сегодняшний день пособие на первого ребенка составляет 405 рублей. На второго ребенка это будет 35%, это 436 рублей. Если в семье воспитывается ребенок-инвалид, то размер пособия на ребенка до трех лет составляет 45% средней зарплаты в республике. Если в семье в период воспитания ребенка до трех лет воспитывается еще старший ребенок до 18 лет, то есть от трех до 18, то семье выплачивается также пособие на сегодняшний день около 120 рублей. При рождении двойней белорусской семье выплачивается единовременное пособие, а также предоставляется государственная адресная помощь в виде обеспечения продуктами питания для детей первых двух лет жизни. Семьи же, в которых родился третий ребенок, могут обратиться за назначением к семейного капитала. Первоначально программа семейного капитала была рассчитана до 2019 года. На сегодняшний момент она продлена еще на пять лет. За период действия указа с 2015 по 2019 год у нас в городе за назначением семейного капитала, который назначался в размере 10 тысяч долларов США, обратилось 522 семьи. В этом году за назначением семейного капитала уже обратилось 22 семьи. На деток, которые рождены в 2020 году, размер семейного капитала составляет 22 500 белорусских рублей. С этого года в Беларуси разрешено досрочное использование семейного капитала на строительство жилья, погашение кредитов и на оплату обучения перво-среднего специального или высшего образования члена семьи, а также на медицинские услуги, в том числе стоматологические процедуры. В Новоповодске за истекший период этого года досрочно воспользовались семейным капиталом 107 семей, в основном на цели погашения кредита либо строительства жилья. Поддержка хорошая, выплачивают пособия, в принципе хватает, то есть по сравнению с зарплатой пособия достаточная. И если захотят поднять, то мы не против. Ну, конечно, хотелось бы, потому что детям надо и все, и одевать, и в школу деньги, как бы, везде все надо. В пособия, может быть, ну, не всегда же хочется, что лучше, да, а помощь молодым семьям, в принципе, довольно-таки тяжело. Вот как мы уже получаем не очень большую зарплату, вот уже почти 6 лет живем в общежитии, а построить нам не за что. Поэтому, как раньше, как-то было проще с этим, кредиты были немножко поменьше. Сейчас неплохие пособия выделяет государство. У меня вот у самой двое детей. Я хочу сказать, что на данный момент очень даже неплохо. По сравнению с зарплатами, ну, достойно. Несмотря на всевозможные меры социальной поддержки семей, важнейший путь решения демографической проблемы – это сохранение и приумножение семейных ценностей. Без изменения отношения общества к семье и ее ценностям невозможно решить проблему низкой рождаемости. Глеб Рокофьев, Артем Табаков, Дмитрий Козловский, телеканал «Звезда». Парк культуры и отдыха Новополоцка каждую весну радует новополочан новыми площадками и объектами благоустройства. Немалая роль в этом и трудовых коллективах города. Благую инициативу поддержит и в нынешнем году. 28 марта в Новополоцке состоится общегородской субботник. Часть собранных средств направят на обустройство парка культуры и отдыха, а также поймы реки Западная Двина. Наведение порядка на городских территориях трудовыми коллективами в свой законный выходной день – традиция давняя. В минувшем году ей исполнилось 100 лет. К популяризации субботников приложил руку и сам Владимир Ильич Ленин. Спустя десятилетия традиция не утрачена, скорее наоборот. Наряду с общереспубликанскими субботниками, с наступлением первых теплых дней после зимы повсеместно разворачиваются и городские трудовые компании. Общими усилиями только за последние пару лет в Новополоцке удалось привести в порядок немало мест. Яркий пример парк культуры и отдыха. За последние четыре года отреставрирована и отремонтирована центральная аллея, заасфальтирована, там бордюры к веселым горкам сделаны. Велодорожка, тренажеры. У нас целый тренажерный комплекс. Мы их сами устанавливали. И очень пользуются спросом. Постоянно там люди находятся. Также сделана волейбольная площадка. Насыщение парка действительно привлекло сюда жителей Новополоцка. Кто-то читает книги на лавочке, другие занимаются спортом на тренажерах, пока дети заняты на игровой площадке. За последние пару лет парк заметно преобразился. Останавливаться не собираются и в нынешнем сезоне. В центре внимания окажется танцплощадка. Ее планируют реконструировать, уберут ограждение и приведут ее в порядок. Это станет еще одним местом проведения массовых мероприятий в Новополоцке. А вот так выглядит танцплощадка сегодня. Реконструкция мера действительно вынужденная. Ведь на фоне новых объектов благоустройства эта территория выглядит без преувеличения заброшенной. Продолжить в нынешнем году планируют и обустройство прибрежной зоны. И это еще не все планы на год нынешний. Большая компания развернется и за мостом по улице Калинина. Вот эту велодорожку планируют продлить в сторону новых микрорайонов почти на полтора километра. А также обустроить ее малыми архитектурными формами. Так вот, чем же нужно ее обустроить, какие объекты должны там появиться, чтобы привлечь внимание жителей Новополоцка, мы узнаем у самих новополочан. Мне кажется, больше детских площадок надо сделать. Потому что площадок мало, площадки все во дворах убиты, и детям негде играть. Единственные хорошие площадки – это здесь, в парке. Конечно, хочется и с той стороны детям поиграть. Какие-то арт-объекты, возможно. Может, какая-то галерея, какие-то небольшие арт-объекты. Те же лавочки, тоже это все. Нет, мы только за. Желательно скамейки, чтобы на теневой стороне. Может быть, спуски к воде побольше, чтобы именно у воды погулять. Все это возможно только благодаря совместной продуктивной работе в ходе городского субботника. В Новополоцке большая трудовая компания развернется 28 марта. В планах не просто навести порядок после зимы, но и собрать средства на реализацию задуманного. Кстати, деньги планируют направить не только на обустройство этого зеленого уголка Новополоцка, но и на продолжение строительства духовно-просветительского центра. Новая и невероятная акция в комплексе «Минск.Мир» в квартале «Северная Америка» новые условия для приобретения квартир. А именно, минус 10% от цены. В квартале престижного столичного жилого комплекса квартир предостаточно теперь от тех, на которые такие скидки. Снижается стоимость квартир как при покупке в кредит или за собственное средство, так и при использовании длительной до 10 лет рассрочки. Каждый покупатель ВИП, каждому клиенту индивидуальный подход. Менеджеры отдела продаж помогут выбрать конкретный дом, этаж, площадь и планировку квартиры, а также способ и условия финансирования вашей покупки. Все консультации возможны и дистанционно, по телефону. Самые выгодные условия продаж – это сниженная цена квартир на 10%, отличный партнерский кредит и длительная рассрочка без процентов и переплат. Застройщик убежден, что любому из нас выгоднее платить за собственное жилье, чем ежемесячно отдавать схожие суммы за арендное. Для этого и предлагаются особые финансовые инструменты. Компания предлагает стать собственниками жилья каждой семье и правильнее всего делать свой выбор именно сейчас. В кризис время покупать, на пике – продавать. Для снижения цен на новую недвижимость предпосылок нет. Если в кризис 2009 года предложение превышало спрос, то сегодня ситуация противоположная. Спрос гораздо выше предложений на рынке новых квартир, которые в Минске постоянно сокращаются. Более 95% материалов белорусского производства. Инвестиции в недвижимость долгосрочные. Покупать нужно в кризис, а продавать – на подъеме. Основания для снижения стоимости квартир нет. Спрос на жилье сегодня значительно превышает предложение, а после кризиса эта ситуация сохранится. Хорошее жилье в Минске всегда будет в цене. Самое время воспользоваться скидкой в 10% и осуществить свою заветную мечту. Почему Минск Мир? Потому что это круто и современно. Самый масштабный комплекс строит по принципу «Город в городе». Он подразумевает, что все доступное для комфортной жизни здесь будет в шаговой доступности. Школы или детские сады, детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивное сооружение и выставочный зал. Объекты торговли, бары и рестораны будут радовать его жителей. Новый городской парк. Огромный торгово-развлекательный центр «Марамол». Дворы комплекса будут свободны от сквозного движения машин. Первый паркинг, вместимостью около 800 автомобилей, был сдан в эксплуатацию. Деловым сердцем комплекса станет международный финансовый центр. Место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест для всей страны. Его строительство уже началось. Преимущества квартала «Северная Америка», в котором проходит акция, очевидны. Рядом две станции строящегося метро и многочисленные остановки общественного транспорта. В квартале построят две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады. В акции участвуют квартиры в домах Сан-Франциско и Лос-Анджелес, Квебек и Ванкубер, Нью-Йорк и Новый Орлеан. Они разные по внешнему виду и по архитектуре. У них различная высота и планировки, но общие принципы, которые закладывают проектировщики, в потенциал этих домов похожи. Свободные планировки всех квартир площадью от 28 до 74 квадратных метров. Высота потолков до 3 метров, панорамные окна и застекленные лоджии. Акция – это минус 10% от стоимости и только до 15 апреля. Надо поторопиться и успеть. Длительная до 10 лет рассрочка от застройщика. Выгодный финансовый инструмент покупки. Без процентов переплат. Привлекательная и партнерская программа кредитования с банком-партнером. До 90% стоимости, до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год. 10% скидки – это немало. И этой возможностью нужно пользоваться. И Северная Америка пока лучший вариант. Надо брать. На этом у меня все новости в завершении. Я напомню, что наши программы доступны на YouTube-канале нашей телерадиокомпании. Свежие новости можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. Всего доброго. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000.